Первый лот нашей программы с вами, это, конечно, Владимир Яковлев. Замечательная, красивая работа «Яблоко и цветок», 1981 год. Бумага, угольный карандаш, акварель, белил. Специально проговариваю всю эту технику, потому что... Ну, мы знаем, да, Яковлев любил гуаши. На самом деле, неверно говорю. Уже сразу идёт дезинформация. Яковлев чаще всего пользовался гуашью. Почему? Потому что у него дома, его близкие не любили запахов масляной краски, растворителей и всего прочего. А вот гуашь, который не имеет запаха, ну вот, пожалуйста, твори, пользуйтесь. Поэтому вот такой выбор применительно к Яковлеву, это не имеет значения. Понятие графика как таковая, да, но за исключением рисунков карандашных, особенно больничных, это другая история, с этим не путать. А вот графика вот как живопись, да, натюрморты, портреты цветов, как мы с вами говорим, в какой технике выполнена, в гуаши или масляными красками, отличается только тем, что масло – это, конечно, большая редкость. А так как мы с вами любим именно редкие особенно вещи, ну, мы на это особо обращаем внимание. А так, в принципе, разница небольшая. Здесь уже дальше качество самого произведения. Вот удивительно здесь всегда бывает то, что, особенно изглёт, да, в 80-е годы – это уже такой период. Рассвет творческих сил прошёл, что называется. Это в основном больницы, это в основном… Смотрите. В медицинском смысле Яковлев был почти слеп и долгие месяцы проводил в психиатрических диспансерах. То есть здесь как бы сразу несколько, да, таких, ну, казалось бы, запрещающих заниматься таким искусством, как живопись, да, плохое зрение там и всё остальное. Тем не менее, в этом немощном… Оно ещё было бы небольшого роста здесь вообще всё как бы складывалось. В этом немощном теле таилась вот такая замечательная творческая энергия, которая, несмотря ни на что, выливалась вот в такие произведения для нас с вами. И дошла вот в таком виде. Любимец, да, мы знаем с вами. Это уже 80-е годы – это уже любимец творческой интеллигенции, это уже имя, это уже известный художник. Это не только там 50-х, 60-х начинающий, да, которая открывала для себя творческую интеллигенцию. А здесь учёные, там, наука, да, это музыканты. Вот всё вот это вот, да, то, что мы называем творческой интеллигенцией и научная, добавим мы, это всё как раз коллекционер. Так что, друзья мои, с точки зрения качества, очень хорошее произведение. Красота, воспользоваться. А мы едем дальше. Ну, здесь и настолько узнаваемый, вот мы с вами идём по художникам, стиль которых настолько узнаваем, что, в общем, мои тут сейчас какие-то, как называется, кто художник, даже и излишни. Ну, тем не менее, ладно. Мало ли, кто смотрит и не очень в курсе. Перед нами Пётр Беленок. Лунная дорожка, 1990 год. Бумага, тушь, калаш. Идеально красивая вещь. Причём, мы с вами знаем, ценим и любим Беленка за то, что он изобрёл так называемый панический реализм. Здесь этого нет. Вообще ничего нет. Есть космическая чернота без горизонта и Луна, которая вот вырывает какую-то фигурку на лунной дорожке, так называемый. Очень интересная вещь. Очень интересная вещь. Друзья мои, знаем людей, которые прям вот чётко подлавливают себе, ну вот, практически такую графику Беленка. Очень обратить внимание. Очень обратить внимание. Цена. Тут же меня спросят. А цена? Цена средняя. Во-первых. Во-вторых, она установится во время торгов. Так что правильный баланс для тех, кто хочет купить или для продавца, найдётся. Найдётся. Всё будет хорошо. Не могу сказать здесь прям вот низко, надо схватить, чтобы не была наша любимая такая фраза, что пусть будет и так далее. Нет, не низко, но схватить нужно. И пусть будет. А уж для тех, кто любит Беленка, вообще разговаривать нечем. Очень-очень присмотреться и побороться. Всё. Давайте. Едем дальше. Ещё одна работа. Как же нам с вами аукцион Arcel Info и без Зверева. Да ещё в мини-коллекцию. Ну, конечно, невозможно. Вот, есть, есть. Всё в порядке. И Зверев тоже.